Привет всем, ПВЗ Дичи на связи и сегодня у меня для вас будет очередная подборка. Я однажды делал видео посвященное худшим супер приемам растений в игре и очевидно, что рано или поздно должно было выйти видео с лучшими. Но сразу дополню, что лучшими на мой дичевый вкус. Тут совершенно точно будут представлены примеры ульты, которые вы посчитаете бесполезными, но мне вот они нравятся. Критериями попадания в эту подборку были такие факторы, как мощность ульты, визуальная составляющая, применимость в сюжете, мое личное восприятие, ну и конечно же потенциал дичи. Это не то, чтобы топ, это скорее перечисление в произвольном порядке. Вы же можете в комментариях написать ульта, какого растения больше всего нравится вам и по каким причинам. Также неплохо было бы поставить лайк авансом, а я взамен ни слова не скажу о других моих ресурсах. Смотрим, что я там насобирал в эту подборку. Давай, нам всем будет очень интересно. Начну я, пожалуй, сразу с козырей. Многие игроки, в том числе и я, часто пинают игру за дисбалансные растения, которые в последнее время сыпятся, как из рога изобилия. Мангофье как раз такое, а особенно это касается ульты данного растения. Кто еще не смотрел, обязательно гляньте мое видео с прокачкой суператаки данного персонажа и ужаснитесь. На первом уровне она легко убивает Гаргантюа. То есть по критерию мощность ульта Мангофье уже одна из лучших в игре. Для попадания в мою подборку этого недостаточно, но у Манго мне также нравится и визуал. Мне эта атака напоминает лазерные лучи, которыми пришельцы аннигилировали людей в фильме «Война миров». Помимо своей мощности, луч Манго еще и бьет по большой площади, что делает его совсем уж каким-то монструозным оружием. В спаме одной подкормкой для одного Манго можно зачистить три полосы, причем далеко не только базовых зомби. Единственное, что мне не нравится в визуальной составляющей, так это то, что луч прерывается при переходе с одного места на другое. Мне кажется, было бы гораздо эффектнее, если бы он плавно выжигал всю полосу врагов. В общем, ульта Мангофье обязательно должна присутствовать в моей подборке, а мы идем к следующему персонажу. Второй участник этой подборки тоже из числа относительно недавно вышедших и тоже максимально дисбалансных персонажей. Подкормка Лидогриба мне нравится как по своим характеристикам, так и по визуальной составляющей. Об этом я сразу же сказал, когда снимал обзор на данное растение. Конечно, четыре сосульки Лидогриба это далеко не кошмарный луч Мангофье, но все равно вполне себе полезная штука в условиях игры. Кто-то скажет, что у Амелы Белой почти такая же суператака и на самом деле будет недалеко от истины. Вот только это касается первых уровней. Если же говорить о прокачке, то у Амелы Снежки наносят максимум 2000 единиц урона, в то время как каждая сосулька Грибка почти в два раза больше и насмерть прибивает Гарга. Собственно, в мою подборку сосульки попали не в последнюю очередь за их прокачку. При этом и их количество растет больше, чем у Амелы. Целых 8 снарядов и каждый несет смерть кучи зомби. Ну и визуал, как я говорил, мне тоже нравится. Настоящие ледяные копии. В общем, эта ульта, на мой взгляд, хороша. Следующего участника подборки вы вряд ли ожидали здесь увидеть. Да, это ульта чертовой груши. Заключается она в мгновенном превращении до пяти целей на лужаке в импов, и ладно бы, если бы этими целями были обычные зомби. Тогда я ни за что бы не добавил грушу в видео. Но дело в том, что она превращает в импов даже очень серьезные цели, вроде Гаргантюа или, например, очень опасного быка-ветерана из Дикого Запада. Представляете, одна подкормка и минус пять Гаргов. Остается просто добить импов, с чем справится даже очень слабое атакующее растение. К тому же, если у вас есть две подкормки, то этих импов можно отравить той же грушей. Ну а если есть возможность создать две силовые клетки, то тогда даже одна подкормка будет отличным способом полностью ликвидировать угрозу. За счет небольшой задержки в переходе эффекта ульты с одной силовой клетки на другую, зомби получают два удара груши аккурат с нужным интервалом, чтобы быть убитыми. Немаловажным фактором моей симпатии к этой ульте является тот факт, что она распространяется на всю площадь лужайки, а не на какую-то урезанную зону 3 на 3 клетки, как это часто бывает. Тут я жахнул на максимальном расстоянии от зомби, и все равно все сработало. А еще ульта груши неплохо качается. Например, на 10 левеле количество жертв возрастает с 5 до 15. Плюс ко всему, появившиеся импы будут почти наполовину ранены. И вот представьте, если у вас несколько силовых клеток, тогда можно выкашивать десятки зомби разом. А если у вас груши еще и будут на максимальном уровне мастера, то тогда все. Кто вышел в этот роковой момент прогуляться, превращаются в кучу трупов без голов. За такую эффективность груша и попала в мою подборку. Кто бы мог подумать. Следующий персонаж в десятке это Цитрон. Честно скажу, я недолюбливаю это растение само по себе, но вот к его ульте я неравнодушен. Из-за своей способности выбрасывать зомби, энергетическая сфера суператаки очень сильно превосходит в эффективности обычную. Данный факт делает ее очень полезной, ведь фактически одной подкорнкой можно зачистить целую полосу. Правда, если на полосе попадается какая-нибудь механическая гадость вроде робоконуса, то тут сфера, к сожалению, будет остановлена. Но все равно ее урона хватит, чтобы развалить этот самый робоконус. Короче, в плане эффективности в сюжете и мощности эта ульта вполне меня устраивает. Визуально я тоже ставлю ей плюс, потому что в принципе люблю электрические эффекты. Но главная причина, по которой ульта Цитрона в этой подборке, это, конечно же, наличие огромного количества дичи. Я даже снимал отдельное видео, посвященное поломке зомби этой ультой. Не знаю почему, но меня очень сильно забавляют все эти дерганья, нелогичные движения и просто по-дурацки выглядящие зомби после бага с ультой Цитрона и толчком анкилозавра. Даже во время съемки материала на это видео у меня получилась дичь. Попугай сейчас демонстрирует, что у него есть задняя передача. Ничего удивительного. Ах, короче, все как обычно. Следующий вариант мне тоже нравится по большей мере за свою дичевость. Однако эту дичевость можно продемонстрировать только с искусственным вмешательством. Поэтому если бы я снимал именно топ, то скорее всего ульта Морегриба была бы где-то на 10 месте. Чем же она мне вообще нравится? Поясняю, мы знаем, что дав подкормку моря грибу, он помимо непосредственной атаки создает еще и дополнительный клон на одной из граничащих с ним клетках. Вот тут-то и требуется наше вмешательство. Покупаем за кристаллы или в саду дзенбуст для этого растения и теперь при высадке всего одного грибка получаем целую ультующую плантацию. По-моему, это достаточно забавно. Но гораздо забавнее, если гриб будет на 10 уровне, тогда произойдет и вовсе полный захват грибами, лужайки, а точнее моря. Мне даже пришлось повысить бедолаге Гаргу уровень выше 10, чтобы он мог хотя бы как-то пережить этот грибной кошмар. Причем заметьте, грибов расплодилось столько, что им даже не хватает клеток и на некоторых они разместились во множественном числе. На одной клетке грибов оказалось вообще 6 штук. Представьте, как на Изи можно проходить пляжные уровни с этим растением, если у вас будет к нему буст. Короче, за эту дичевость я решил добавить морегриб в свою подборку. Кстати говоря, в игре есть еще одно растение, которое тоже размножается при получении подкормки. Я говорю о кувшинке. И раньше, получив буст, это растение тоже заполоняло всю лужайку при высадке. Но затем разработчики в миллионный раз прооперировали данное растение и теперь покрыть море кувшинками не получится. В общем, и без того одна из худших суперспособностей в игре лишилась еще и бага. Все это, чертов отстой! Следом в подборку попал и еще один гриб. Представляю, как после начала с мангофье или до грибом многие ждали увидеть продолжение с какими-нибудь горохометами, ночной шляпкой или покрой. А вместо этого у меня морегриб с трусогрибом. Я так чувствую. Но что поделать, я уже пояснил, по каким критериям собрал эту подборку. Ульта трусогриба сама по себе мне не особо-то и нравится. Вот только дело в том, что я обожаю, когда в игре какое-нибудь растение получает усиление за счет другого. Трусогриб получает его от своих же товарищей, причем усиливаются все грибы рядом с ультующим. Вот такую конструкцию я использовал в видео о прокачке данного растения. В таком случае даже на первом уровне слабенькому трусогрибу нужно всего лишь два удобрения, чтобы прикончить замеха с 10 тысячами хп. Что, он уже не кажется таким слабеньким? Ну а и это еще не все. Дело в том, что у трусогриба нет ограничения на количество усиливающих растений. То есть 8 это не предел, и если высадить искусственно штук 100 грибов на одни и те же 8 клеток, то наш 9 подопытный будет так давать жару, что даже самый прочный замех не выдержит и одной ульты от одного гриба на первом уровне. Усиливать можно сколько угодно, и судя по всему это самое мощное оружие в игре, никакие покры и манго с этим не сравнятся. Может конечно сравниться другой участник рубрики прокачки, но не ультой. Чай может тоже наносить бесконечное количество урона, если жертва его съест, а вот ульта у него имеет ограничения, но при этом не добавить я его не мог сразу по нескольким причинам. Во-первых, она хоть и не самая сильная, как у трусогриба, но того же робоконуса грохнуть разом может. При этом мне очень нравится его суператака применительно к сюжету или прохождению сложных кастомных уровней. Зачастую суператаки растений очень ограничены, но у Чая она невероятно эффективна. Работает быстро, не теряется при смещении целей, бьет по всей лужайке, короче топовая ульта для сюжетки. Плюс ко всему чай тоже электрического семейства, а я уже сегодня говорил, что неравнодушен к электричеству в игре. Одним из первых моих любимых растений был тростник молнии, да и в принципе все электрическое семейство одно из моих любимых. Так что по совокупности всех этих причин ульта электрочая попадает в число моих любимых. Это я одобряю. А сейчас я бы хотел напомнить вам о названии моего канала, потому что следующая ульта в подборке будет ничем иным, как настоящей дичью. Я не знаю, как это объяснить, но я получаю огромное удовольствие от ульты Солнечного Боба. У дедушки очень сильно ехала крыша. Смотреть как зомби разрывает изнутри для меня настоящее блаженство. Может это связано с тем, что это уникальный для игры способ уничтожения мертвяка, а может я просто садист. Короче говоря, обожаю эту ульту за одно ее существование и больше мне добавить нечего. Предпоследней в подборке будет ульта соевого стручка. Как по мне, создание союзного гарга это очень прикольно. Мне в принципе нравится это растение и до сих пор оно является одним из моих самых любимых. Создание растительных зомби достаточно оригинальная идея, ну а создание союзного гарга так и вовсе шикарный ход. При этом появление гарга выглядит весьма эффектно и мне еще нравятся подобранные цвета и анимация пара идущего от стручка. Выглядит все это как какая-то криокамера и вообще я ставлю класс. Но это еще не все. Самые олдовые олды наверное помнят, что давным-давно я снимал в одной из первых частей мифов дичь с удвоением количества гаргов, если на лужайке играет музыка бумбоксера. Данная дичь явно находится в списке моих любимых, так что она еще добавляет баллов в копилку моей симпатии культе соевого стручка. Поэтому она и попала в мою подборку. Завершать же видео я буду еще одним растением электрического семейства. Как и у половины растений из этой подборки суператаку стеклянной травы вряд ли можно назвать ультимативным оружием. Но мне до этого нет дела, тут целый ряд других причин. Во-первых, задумка с усилением ульты этого растения с помощью персонажей солнечного семейства, как по мне, просто имба. Я уже сегодня говорил, что испытываю слабость ко всему, что имеет разнообразные способы усиления. Ну а тут просто идеальный пример того, как должно выглядеть растение для рубрики прокачка. Собственно, именно стеклянная трава и стала тем растением, которое меня вдохновило на создание данной рубрики. С нее все и началось больше двух лет назад. Стать прародителем целой рубрики на канале уже является веской причиной для попадания в топ моих любимых суператак. Но тут еще имеется и одна из самых прикольных тем для дичи. Я ее уже снимал в одном старом видео, но не грех повторить. Если заморозить стекляшку в тыкве во время использования подкормки, то мы получим бесконечно ультующую пушку. Причем она достает зомби где угодно и делает это плавно, как раз то, чего не хватает мангофье. Особенно эффектно это выглядит на примере спама. Ну это уже просто прелесть какая-то сплошная. Не знаю, как вы, а я в восторге от такой дичи. Вот такая вот подборка из 10 моих любимых суперприемов растений. Акцентирую ваше внимание на том, что это не топ по мощности, полезности или силе. Это лишь подборка моих именно любимых воздействий подкормки. Очень интересно какая ульта нравится вам, поэтому пишите в комментах свои варианты. Ну а у меня на сегодня все. Если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, телегу, бусти, группу в ВК. Ну и увидимся в следующей дичи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok